Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А настоящую карточку святого старца, с подписью, благословленную лично, не желаете приобрести? Не желаю. Вышибли вас со службы. Да не то слово. Взошей, что называется. Так ведь из-за него, Ирод, а мне семи ртов кормить. Я думаю, а, ладно, пропадите вы все пропадом. Взял карточки. Думаю, ну, ежели через него меня со службы вышибли, так пусть он меня и кормит. Кстати говоря, очень хорошо идет паршивец. Особенно на кладбище, по праздникам. А для чего Распутин просил вас следить за Юсуповым? Он подозревал в нем опасность? Нет, ни в коем случае. А следить просил, ну, потому что уж больно княгине ему приглянулось. Я так думаю, помолвку он им устроил, да потом сам об этом пожалел. Докладывай. Часов в десять Юсупов великого князя на авто увез. В ресторан поехали. Где-то уже с полчаса сидят. Кокаина у них полные карманы. Поехали. Поехали. Зачем? Поглядеть хочу. Григорий Ефимович, аккуратнее. Князь Юсупов царский любимец. А я что, не любимец? Поехали. 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 Представь, что эта скотина явила меня заразным больным, и старая карга запретила Ольге и остальным подавать мне руку. Царица тебя ненавидит. За то, что я ненавижу Распутина. Значит, ты не будешь дятем императора, твоя помолвка расстроена? Я и не хочу им быть. Зачем ты меня дразнишь? Можно подумать, что твоя помолвка с Ирен так для тебя важна. Какого дьявола ты сейчас научишь, Феликс? Ты что, влюбился в эту фарфоровую куклу? Тссс! Она прекраснейшая девушка. Она племянница царя и лучшая из невест. Дмитрий, я тебя перестрелю. Боже, Дмитрий. Зачем ты так? Ты лгал мне? Я тебя разыгрываю. Это шутка. Это не смешная шутка умалишённого. Я последний в роду. Мой брат погиб на дуэли. Моя мать сумасшедшая. В меня влюблён великий князь. Ну, от этого всего можно сойти с ума. Но я, как видишь, ну что с тобой? Митя, Митя, в чём дело? Он здесь. Кто? Это животное, Распутин. Он сейчас смотрит прям на нас. Он здесь. Он здесь. Офа. Мне чай. Познакомь. Я не стану этого делать. Ты что, не понимаешь? Я эту свинью сейчас перед всеми ослаблю. Напою до бесчувствия, из штанов за тобой пресать. И лично прослежу, чтобы государю всё доложили во всех подробностях. Так, вот интересно. Шампанское, фрукты, пирожные к столику Распутина. Ой, идут. Не оборачивайся. Позволь, Феликс, представить тебе старца Григория Ефимовича Распутина. Петя. Петя. Сядь. Ты кто такой? Ты представь его горю. Его сиятельство. Князь Феликс Феликсович Есупов. Граф Сумароков Эльстон. Что же вы делаете, Григорий Ефимович? Григорий Ефимович? Григорий Ефимович. Григорий Ефимович. Григорий Ефимович. Григорий Ефимович. И намовите, чем шибче по морде бьешь, тем больше он тебя любит. Сапоги целовать готов. Я на таких нагляделся. И знаете, от сословий здесь ничего не зависит. Что кучер, что князь. Человек он и есть человек. Григорий Ефимович. И вас я вижу. Посетили. Да. Утром приходили. Все реквизировали. Анна Александровна. Два анализа. Меня, наверное, снова арестуют. Это невозможно. Нет. На. Меня в царское не допустили. Спрашивайте, Генрих Иванович. Я готова отвечать. Анна Александровна, я прихожу к выводу, что смерть Распутина есть результат заговора членов царской семьи. И вынужден говорить с вами об этом. Извините. Как цветок голубой среди снежной зимы Я увидел твою красоту Яркий луч засиял мне из пошлости тьмы И лелею свою я мечту Время изменится Муре развеется Муре развеется Сердце усталое Счастье узнает вновь Время изменится Муре развеется Сердце усталое Счастье узнает вновь Как виденье, как сон Ты уйдешь от меня Озаривший всю душу мою Счастье узнает Счастье узнает Счастье узнает Яркий лучший Счастье узнает Время изменится, Муре развеется, Сердце усталое, Счастье узнает вновь, Время изменится, Муре развеется, Сердце усталое, Счастье узнает вновь. Господа, благотворительный концерт окончен. Звучит музыка. Добавил субтитры, Муре развеется, Муре развеется, Счастье станет, Муре, Ты сам не знаешь, как ты прекрасен. Господь одарил тебя великим талантом, Феликс. Войдите. Князь, это было потрясающе. Но теперь я жажду слышать в вашем исполнении сонеты Шекспира. Вы так добры, ваше высочество. Ваше высочество, позвольте представить вам сэра Бьюкинена, полномочного посла Его Величества, короля Георга Пятого. Князь, я понимаю, что момент не самый подходящий, но я бы хотел продолжить ранее начатый разговор. Я жду тебя внизу. Ты был великолепен. Прекрати. Как тебе? Талант. Что вы скажете, ваше линичество? Да. Князь Феликс очень талантлив. А еще у него большое сердце. О его благотворительности известно всем. Я уже спрашивал князя Феликса, что подарить ему на спальне. Представьте, он сказал, что лучшим подарком считает мое разрешение бывать в театре, в царской ложе. Скромный, достойный моей племянницы, юноша. Поздравляю. Ириан, поздравляю. Ситуация осложняется с каждым днем, князь. Влияние Распутина на государню становится безраздельным. Если этот мужик добьется мирного договора с Германией, то сотни тысяч германских солдат развернутся против нас. Нам не выстоять. Распутин должен быть убит. Сэр, я разделяю вашу озабоченность. Я прекрасно знаю, каким верным другом Британия всегда была для России. Я первым бы приветствовал гибель этого проклятия русского царского дома. Но... Я не убийца. Для этого ведь тоже нужен талант. Я принес вам привет от вашего давнего друга, Освальда Рейнера. Вы его помните? Конечно. Надо же, ты научился рисковать. Где твой трусливый стиль? Это Распутин вылечил тебя? Иди к черту, Освальд. Продолжай. Ага, ты злишься. То есть слухи в обществе не лишены основания? Он лечит тебя? Отчего же? Я не болен. Я вынужден с ним общаться, не по своей воле. Я ненавижу его. Ты боишься его, потому и ненавидишь. Иди к дьяволу. Пожалуйста, подружись с ним, Феликс. Это очень важно. Ты должен. Из показаний Филеров очевидно. Дружба между Феликсом Юсуповым и Распутиным, казавшаяся многим при дворе странной, окрепла за последующие годы необычайно. По свидетельству очевидцев, князь тяжело переживал весть о покушении в Покровском. И даже порывался навестить Распутина в Сибири. А когда трусба между Распутиным и Юсуповым дала трещину? А перед самым убийством? За месяц где-то. А, маленький. Заходи. Заболел? Угу. Или матушка в ярости. У меня в припадке. Требует, чтобы я прекратился на визиты. Говорил, лечить я могу? Заговорил. Один раз. И немедленно об этом пожалел. Как Ирина? В Крыму с Бэйбием. Здорово. Третьего дня, говорит. Странно живёте. А я странный. А ты чего в Пажевский корпус-то пошёл? Ты же не военный человек. Я странный. Теперь война. Всякий должен быть готов встать у строй. И, маленький, когда притворяешься, сразу болеешь. Чаю с мёдом выпей. Не буду. Грудь-то заложена. Переговорю. Зачем я это все затерплю? Тебя не нарежу мёдой всякой властницей. Не нарежу. Меня слушаться не зазорно. Батюшка Таванна Александровна пришла. Я к ней выйду. Не надо вам встречаться. Только царицу сердить. Чё стряслось? Твой телефон. Невозможно дозвониться. Только Семенович звонил. Работала. Не важно. Сосаревич не спит. Ушко болит. Сильно. Плачет. Государь неменчица просила приехать. В царское звони. В царское село. Александровский дворец. Плачет. Ты чё, Алешенька, полуночник? Болит? Ничего не болит? Иди сейчас ложись спать. Ушко не болит. Не болит, говорю тебе. Ложись спать. Как интересно. Добрый вечер, судородин. Пообразите, какая пикантность. Старец Григорий на сон грядущий любуется моей супругой. Не надо, маленький. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой любвеобильный у нас старец. Фотографию где-то украл. Слёня на неё пускает. Да я молюсь на неё. Как на икону. А в свою борную не берёте её с собой, святой отец? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Звонили из Царского. Алёшенька уснул. Звонили из Царского. Живино вишневодораль. Я hexовый свет. Феликс, теперь мы можем совершенно обоснованно утверждать, что Распутин работает на немецкую разведку. Сотни тысяч марок и германофильская пропаганда императрицы уже приносят плоды. Такого черта ты сообщаешь об этом мне. Что я могу сделать? Я не знаю, Феликс, но это ваша страна катится в пропасть. Осталь, ты понятия не имеешь, какую власть он имеет надо мной. Я его боюсь. Представь, что он имеет подобную власть над царем. Ты боишься его, потому что под его контролем и твоя мать, и твоя дочь. Ты власть над Иран, черт побери. На что ты меня толкаешь? Тебе не надо его убивать своими руками. Я знаю людей, которые готовы присоединиться к заговору. Ты мог бы его возглавить. Я? Да, Феликс, ты. И ты сможешь решить вопрос своей чести вообще-то. Завтра, господа, в Думе обещается прекраснейший скандал. Кабинет министров во главе с Протопоповым будет читать декларацию. Я еду туда смотреть на этого клоуна Пуришкевича. На вашем месте, я бы познакомился с ним ближе. Так ты говорил о нем? Да. Познакомиться с этим прекрасным идиотом? Отличная идея. В последнее время мы с Феликсом что-то заскучали. Превосходно, господа. Давайте попробуем. Григорий просил за князем проследить, ну, чтоб тот сгоряча делов не натворил. Ну, я и проследил. У меня это что, по старой привычке. Жаль, по ихнему не бум-бум. А почему вы решили, что он англичанин? При дворе была повальная мода на английский. А вот почему. До дому-то я его проводил, а на доме английский флаг. Ну, посольство ихнее. Да уж. Тут трудно ошибиться. А где еще в эти дни успел побывать, Юсупов? В Таврическом. На следующий день. Распутин, господа! В настоящее время опаснее, чем был, когда дал же Дмитрий. Господа министры! Если вы истинные патриоты, поезжайте в Ставку! Простите к ногам царя! Имейте мужество заявить ему, что внутренний кризис не может продолжаться! Что слышен гул народных масс, что грозит революция! И что не обладает темному мужику дольше управлять в России! Браво, господин депутат! Спасибо, господа! Ваши слова подхватит вся Россия! Они прозвучат колокольным звоном! Вне всяких сомнений, Владимир Петрович! Господа, это честь для меня! Не желаете ли после заседания посидеть в уютном месте? Поговорите и подушиться! Желаем! Но прежде хотим знать, готовы ли вы принять участие в заговоре против столь ненавистного вам человека! Кого же? Мы хотим убить Григория Распутина! Вы с нами? Убить? Уничтожить физически? Да! Безусловно! Охарактеризуйте коротко участников заговора. Извольте, господин посол. Во-первых, князь Феликс Юсуп. Распутин имеет над ним неограниченную власть. Князь это страшно тяготит. Кроме того, Распутин влюблен в его прелестную супругу. Феликс умирает от ревности. И вы, разумеется, раздували этот костер. Позвольте сказать, я не давал ему погаснуть. Далее, великий князь. Он был смертельно оскорблен Распутиным. Мужик расстроил его помолвку с царской дочерью. Храбрый, легкомысленный, импульсивный. Любовные наклонности его весьма скандальны. Распутина он ненавидит от всей души. С его стороны, участвовать в заговоре – необдуманный поступок. Он двоюродный брат царя. Я понимаю. Но я думал, что наша задача – придать этому событию как можно больший вес. Я думаю, что… Я понял. Продолжайте. Присутствие в заговоре Пуришкевича сообщит этой драме ее настоящее значение, ее политический контекст. Он – яростный поборник самодержавия и православия и должен доказать, что монархисты, чувствуя, чем угрожают России безумство царицы, готовы защищать трон и страну даже против воли самого царя. На что же он рассчитывает? Слава, сэр. Слава? Да. Ему обещано, что как бы ни развернулись события, именно ему будет приписано исполнение приговора. И это произойдет сегодня ночью, сэр. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Шестьдесят. Шестьдесят шагов. Прекрасно, господа. Сюда прямо к двери следует подогнать автомобиль таким образом, чтобы с улицы не было видно. Это важно, господа, через реку в шестьдесят первом номере, в полицейский участок. Да и шпики будут неподалеку. Ведь за Распутиным неотступно следят. Сегодня ночью тоже будут следить. Я говорил ему, что приглашаю его тайно, он отпустит охрану. И что же ты сказал? Отстань, сделай милость. Господа, 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 к делу, к делу. Это важно. Сто раз проговорено, Владимир Петрович. Ага, попались, господа. Не узнали доктора? Кто это? Я. Я дал деньги на этот маскарад. Посмотрите-ка, типичный шофер, хлыщ и подлец. Екатерина Гашкевич, специальные частные курсы французского и английского языков. Елизавета Шабельская, пошив женского платья. Екатерина Сухомлинова, шляпки, перчатки, косынки из Парижа. Генерал Сухомлинов. Батюшки не здоровится, но доктора называть не дает. Здравствуйте. Григорий, а что с тобой? Позвонить Батмаеву? Ничего не болит. Чего пришла? Государиня не спит, совсем переживает, что царя в ставке спаивают. Боится, что она от этого заболеет. Скажи ей, это не болезнь. Царь вино пьет, чтоб стыд не мучил. Стыд? За что же ему должно быть стыдно? За нас, Аня. За всех. За грехи наши, нынешние и будущие. Да у тебя жар. Не уговорил. Чего там петь? Так я говорю. Коробейников, гласный из Одессы. Банкир Хомяков. Привица Олейник. Инспектор народных училищ Копытов. Татищева графиня. Ничего важного. Денег много? Не знаю. Не считал еще. Кого-чего? Деньги возьми, иди домой к своим. Так рано еще. Не могу. Иди. Тревожно мне. Успокой меня. Скажи, что не уедешь, не остаешь нас одних. Ну, что? Что с тобой? Я же чувствую, что что-то не так. Сердце стучит, как паровоз по рельсам. Или что это? Женщина? Ты ждешь ее. Поэтому ты отпустила охрану? Отец Григорий, ну это же смешно. Мама. Вы влюблены? Прощайте. Аня. Аня. Как я уже докладывал, Распутин неоднократно говорил государю, моя смерть будет и твоею смертью. При этом установлено также, что при дворе он пользовался репутацией человека, обладавшего даром предсказывать события, облекая свои предсказания в загадочные формы. Но если предположить, что это правда, можно ли поверить, что такой человек не смог предугадать покушение на самого себя? Сына Божие все знают, кто убил. А вот что он сам-то на смерть пошел? Поважнее будет? Он что, пошел на смерть добровольно? Но зачем? Входите, Марья Григорьевна. Генрих Иванович, мне страшно. Вам нечего бояться, Марья Григорьевна. Ну чего вы боитесь? Перестаньте. Нет, Марья Григорьевна. Нет. Я противна вам. Ну не мотайте же вы головой. Вы должны объясниться. В чем дело? Вы мне? В моем отце? Говорите же! Марья Григорьевна, я закончил свои допросы и не смею более его задерживать. Вы сейчас соберете вещи, я возьму извозчика. Я отвезу вас к Вырубовой, она за вами присмотрит. Я думаю, это будет правильнее. Я думаю, что это так, что не стоит. Я ищу те, что? Нiousи. Нiousи! Улев! 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 Это разговор! Улев! 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 Чё ты так на меня смотришь? Помнишь, дочка, как богов прохожих искали? Помню, гляди, доча, дядька едет, в лицо ему гляди, есть в йом Бога или нету, плохой он или хороший. Боюсь, страшно. Чего боишься, дочка? Люди страшны, боюсь их. Эти не страшны. Плохого человека сразу видать. Бога в йом нету. Нету? А куда он подевался? Не знаю. Может, вышел куда. А ты гляди на людей хорошенько, сразу поймёшь, есть в нём Бога или нету. О, гляди, он видишь, дядька едет. Гляди хорошенько, есть в нём Бога или нету? Не хочу, боюсь. А, страшно, когда нету. Злый. Плохой он. Небось девок на обед жрёт. А щас вопрашивать тебя будет. Прячься. Прячься быстрей. Прячься быстрей. Теперь на меня гляди. Есть во мне Бога или нет. Бухой я человек, аль хороший. Самый лучший. Ты у меня хорошая. Большая совсем. Скоро свата всё пойдёт, а я тебя не отдам. Рубаху принеси, эту край мою. И штаны дай новые, бархатные. Приять за мной. Чтоб не суетиться потом. Иди. Хорошо, батюшка, я принесу. Это отобразил мальчик и недостаток. Какого, батюшка, а я принесу. Я принесу. Я принесу. В остальномюшем. В остальном. Я принесу. Мне кажется, это только одна. Черт! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Господа! Это Куришкевич. Помоги нам, Бог! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Чего не спишь? Я тебя провожу, потом спать буду. Чего меня провожать? Дорогу найду. Спей. Па, когда мы домой поедем? Скоро. Семь в поезд и поедем. Сперва потихоньку, а потом побыстрей. Спи. Ой, вода, вода. За горы ушла. А где гора? Черви выточили. А где черви? Гуси выклевали. А где гуси? Унес ветерок. Время. Время обиноват. Время обиновaterâm, как ф palsа, при Mystery Home...